Никто неожиданно... А вам могут сверху сказать так, на следующий четверг приглашаем Максона Марченко, это не обсуждается? На нашем канале такого нет. Так получилось, что креативные продюсеры Тала Пристоевская и Максим Литвинов начали заниматься другим проектом, например, Пасная, и предложили мне возглавить Крыму в дом. И вы все бросили, а что вы бросили? Я бросил все еще до этого. Я бросил в Сэбду Добрый, который я создал в Сэбду Смачно, девятое творческое объединение СТБ. Ну я переходил на позицию креативного Starlight Films, мне как раз предложили. Вот такая ситуация. А что вас привлекло в этом предложении? Не в смысле денег? Безысходность. Просто вариантов не было. Вот и все. Это было самое интересное предложение, которое у вас? Нет, я пришел как креативный продюсер Starlight Films. И вот когда я уже перешел, то я должен был заниматься разработками новых сериалов. И мне сказали, вот такая ситуация, вот есть Крыму дома, надо его... Но мне вот интересно внутри, как бы вы описали ваш личный вклад как творческая единица, вообще весь процесс? Понятно, что в этом отличаются всякие административные, финансовые дела, но все равно же не называете ни бюджет, ни какие-то другие вещи. Да, это очень дорого, кому хочет дешевле. Объясните, вот в чем ваш творческий, профессиональный вклад в этот проект, личный? Ну это очень сложно сказать, потому что проект делает огромное количество людей, да, и мы стараемся делать так, чтобы... Это Фанто, да, я так понял? Новый член команды. Новый член команды Фанто. Долго выбирали имя. Ну, Фанто это не ваш вклад точно, да? Нет, это не я. Так, хорошо, Фанто без вашего участия появилась на проекте. А что благодаря вам в проекте живет и развивается, и появилась? Ну во-первых, что благодаря мне, наверное, чуть тон изменился сериалом, потому что мы стали чуть более мелодраматичными. А до этого было мало? Ну, ее было меньше точно, да, потому что есть особенность у зрителя СТБ. Вообще комедии на СТБ заходит плохо. Чистая комедия на канале СТБ заходит плохо, потому что зрительница СТБ, она, ну, она, у нее есть потребность в какое-то проявлении какой-то чувствительности, чувств, да, ей хочется чувств. И поэтому комедия у нас, мы называем это семейная комедия, да, или мелодрама с юмором. Поэтому КМД это не чистая комедия. Мы так раньше называли. Мы вообще все по-разному называем. Я называю мелодраму с юмором, потому что так легче всей команде понимать, что мы на самом деле делаем. У нас есть правило, самый эпизод длится 47 минут, у нас есть правило деления 30 на 17. То есть первые 30 минут это комедия, а последние 17 это мелодрама. И у нас есть правило, если зрительница не плачет в конце, мы плохо сделали свою работу. Если она не смеется в начале, мы плохо сделали свою работу. Поэтому у нас вот такая, вот такая у нас комедия. У вас глобальная революция случилась вообще-то в проекте. Вы же в этом пятом сезоне перешли на украинский язык. Это не революция, это страшное диво. Канал очень поздно принял решение о том, что он не дублирует потом снятый на русском материал, а именно снимает на украинском. Актеры сказали что? Актеры просто волновались, как у них получится не мучать украинский язык. Ни у кого не было проблем с украинским, никто не начал отказываться. Сказали да. Многие из наших актеров играют в украинских театрах, они играют на украинском языке, поэтому для них в принципе украинский привычен. Многие актеры у нас говорят в семьях на украинском. Кирилл Бин разговаривают, у него дети украиноговорящие, он с ними говорит на украинском, то есть в принципе. Но все равно мы все говорим на русском, да, и украинский мы все знаем, но вот на нем начать прямо говорить это тяжело. Самое страшное тебе его начать уродовать. Сложный был процесс перевода для нас, прямо катастрофический, потому что у нас съемки стартовали 15 января, а где-то 15 декабря было принято решение о съемке на украинском. В какие сроки мы искали редактора, а нам нужен был, ну, большая опасность, я такого много видел, когда просто переводят даже на литературный украинский, и он, ну, и все, и все умирает. Потому что люди начинают говорить очень странно, это не роботы, но что-то очень неживое, очень неживое происходит на экране. Паника, потому что украинский, ну, шанс угробить проект феноменальный, это вот отличный шанс все загробить раз и навсегда. Ну, мы поняли, что есть успешный опыт украинский, это сериал Альф, и мы начали, вот, я понял, что он для меня ориентир. То есть, вы дали команду сделайте, как в Альфе? Я дал себе команду сначала смотреть Альфа, потом я стал, ну, для того, чтобы этот язык, ну, вот эту украинскую мелодичность, как-то вот, не применяя каких-то канцеляризмов или каких-то там острых, скучных слов. Вообще, на самом деле, украинских, ну, у нас их много, меня пусть поправят там лингвисты, но, наверное, их там, ну, не знаю. А у вас, в вашем сериале это представлено, вот это разнообразие украинские? Нет, не представлено, я объясню, почему, потому что, если бы писали с нуля сериал, было бы представлено. Мы когда начали, у нас редактор, который разбирается в оттенках Суржика, в оттенках, он знает, почему это получается, Полесский, от Житомирского, от Ивана Франковского, украинского. Вот он знает, как эти слова... Кстати, какую вы могли бы сыграть роль вообще в развитии вообще украинского общества? Ну, мы и так играем роль в развитии украинского общества. В этом сейчас... Спокойно, да, но надо по частям, развивать общество должно по частям. Проблема в том, что, если бы мы заново начинали, мы бы каждого надели, мы очень долго подбирали каждому какую-то особенность. Но когда мы примеряли какую-то особенность с какого-то Суржика нашими играми, оно просто не... Оно просто не... Все ответственное. У нас будет так, чтобы... Не портит кадр. Да, не тесно, что... Вот, и поэтому... Оно просто этим персонажем не одевалось. Вот, просто не одевалось, поэтому, в принципе, мы долго думали над Суржиком, потом поняли, что мы не хотим коверкать язык, мы хотим... Это было и руководство канала такая... И это был перевод? Это был украинский перевод, да, была борьба с некоторыми словами. Потому что есть украинские слова, я сейчас не переведу пример, но есть слова, которые для... В перцепте у вас может кто-то сказать, как Ющенко какая, в перцепте? Вот может какой-то из героев сериала сказать перцепте? Не главный может. Какой-то человек, у которого, ну вот, канцеляризм присутствует, да, какой-нибудь у там, госслужащих. Хорошо, то есть вы перевели и, в общем, зажили в кадре на украинском. Не сразу. Не сразу. Мы, во-первых, у нас было несколько, у нас было шесть или семь драфтов перевода. Мы один сценарий переводили шесть раз и не могли попасться. А кто был главный, кто говорил, не, это не годится, столько, давай. Я, и это было страшно, потому что принимать такие решения очень страшно. Ты не понимаешь, ты не знаешь, что правильно, что нет. У тебя нет такого опыта, ну просто нету. И это было очень страшно. Это была паника полнейшая, потому что, а как это? Потом, когда я начал смотреть «Альфа», я просто подряд смотрел просто все серии «Альфа». Во-первых, я понял, что «Альфа» на самом деле, там куча русских слов, которые обрамлены круто в украинскую манеру. И мне кажется, для переходного периода, для зрителя, это хорошая вещь, да. У нас, это не суржик, но это такой украинский, который вот… Это правда жизни. Да, на самом деле, украинского чистого у нас, ну очень мало стран. Александр Бономарит, профессор, может. Ну вот да, есть какие-то апологеты исконно украинского языка, но их мало, потому что украинский язык, он как-то ночагами, да, был по стране. Украинский язык, вот он, в связи с чаховостью, он как-то приобрел, не китайский, конечно, в котором 50 провинций друга не понимает, но у нас тоже, да, у нас много украинских. Вы знаете, что у коллег на другом канале случилось ЧП, они, движимые благими намерениями, пригласили в проект Оксану Марченко танцевать. Получили очень острую общественную реакцию. Никто неожиданно. А вам могут сверху сказать, так, на следующий четверг приглашаем Оксану Марченко, это не обсуждается? Нет, на нашем канале такого нет. Такого не практикуется. У нас не практикуется. Да, у нас могут позвать, сказать, слушай, а что вот ты думаешь, если мы сделаем так, ну если твоя позиция принципиально диаметральная, ну, Коста никогда не будет тебя в колено ломать. Потому что они понимают, что руководитель каждого проекта, он живет проектом, да, он пропускает проект через себя. Многие из нас сами родили свои проекты, да, ну, прям создали с нуля. Мы много делали форматных, много делали своих. Как я делал, все было доброе. Я был, ну, одним человеком, с которого родился, да, все-то, весь проект. То есть вы просто доверяете все целое своему руководству и понимаете, что у вас так не подставят? Пока не подставляли. Значит, подставить не должны. Хорошо. И вот, наконец, ключевой вопрос. Мне было бы интересно выслушать вас на тему, как вы влияете на развитие украинского общества. Ну, вот так, чтобы это можно было действительно как-то пощупать. Фанта, как мы влияем на... А вот, кстати, Фанта поддержит мои слова. Дело в том, что мы, в первую очередь, возвращаем людям веру в общечреческие ценности. Да, потому что в период нестабильности, мягко так сказать, скажем, да, в период нестабильности люди начинают терять веру в принципе в общечреческие качества. Да, там, в добро, в честность, справедливость, любовь, какие-то вещи. Наш сериал возвращает это все людям. Вот каждый вечер, в 7 часов вечера, мы говорим о том, люди, будьте спокойны. Мы каждый вечер доказываем. Люди, общечреческие ценности существуют. Вот они. И сами будьте такими. Мне кажется, это лучшее развитие общества. Это лучший вклад, который можем сделать.